Всем привет! Меня зовут Дмитрий Никифоров. Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы с вами изучаем книгу Мормона и начинаем читать книгу Геломана. Итак, Геломан, первая глава. И ныне вот, в начале 40-го года правления судей над народом Нефиевым, было так, что у народа Нефийского начались серьезные затруднения. Ибо вот похорон умер и отошел путем всех земных. А потому там начался серьезный спор по поводу того, кто из братьев, которые были сыновьями похорана, должен получить судейское место. И ныне вот именно тех, кто боролись за судейское место, а также заставляли и народ спорить, похорон, паанчи и пакумений. И ныне это не все сыновья похорана, ибо у него было много. Но это те, кто боролись за судейское место, а потому они привели к разделению народа на три части. Тем не менее было так, что голосом народа похорон был назначен верховным судьей и правителем над народом Нефиевым. И было так, что пакумений, увидев, что он не может получить судейское место, присоединился к голосу народа. Но вот паанчи и та часть народа, которая желала, чтобы он был их правителем, были чрезвычайно разгневаны. А потому он был готов лезть и уговорить тех людей восстать в мятеже против их братьев. И было так, что когда он был готов сделать это, вот он был схвачен и был судим согласно голосу народа и приговорен к смерти, ибо он восстал в мятеже и стремился уничтожить свободу народа. И ныне, когда те люди, желавшие, чтобы он был их правителем, увидели, что он приговорен к смерти, они были поэтому разгневаны. И вот они послали некоего кишкумена к самому судейскому месту, похорана. И он убил похорана, когда тот восседал на судейском месте. И слуги похорана преследовали его, но вот столь быстрым был бег кишкумена, что никто не смог его догнать. И он бежал к тем, кто послал его, и все они вступили в завет, да поклявшись своим вечным создателем, что они никому не расскажут, что кишкумен убил похорана. И поэтому кишкумен не был узнан среди народа Нефеева, ибо он был переодет в то время, когда убивал похорана. И кишкумен со своей шайкой, которая заключила с ним завет, смешались с народом так, что их нельзя было всех найти, но все те, кого находили, приговаривались к смерти. И на него отпук умений был назначен, согласно голосу народа, быть верховным судьей и правителем над народом, дабы править вместо своего брата похорана. И это было согласно его праву. И все это произошло в сороковом году правления судей, и год закончился. И в сорок первом году правления судей было так, что ламанийцы собрали неисчислимую армию мужей и вооружили их мечами и саблями, и луками, и стрелами, и шлемами, и нагрудными щитами, и другими щитами всякого рода. И они снова пришли, чтобы завязать сражения с нефийцами. И предводителем у них был человек, которого звали Кориантумр. И он был потомок Зорогемли. И он был отступник из среды нефийцев. И он был человек рослый и могучий. А потому царь ламанийский, имя которого было Тюбалов, который был сыном Амарона, полагал, что Кориантумр, будучи человеком могучим, сможет выстоять против нефийцев со своей силой, а также со своей великой мудростью. Так что, послав его, он обретет власть над нефийцами. И потому он побудил их к огневу и собрал свои войска, и назначил Кориантумра их предводителем. И повелел, чтобы они двинулись к земле Зорогемли сражаться с нефийцами. И было так, что из-за больших раздоров и больших затруднений в правительстве они не держали достаточно стражей в земле Зорогемли, ибо полагали, что ламанийцы не посмеют вторгнуться в сердце их земель, чтобы атаковать тот великий город Зорогемли. Но было так, что Кориантумр выступил во главе своего многочисленного воинства и напал на жителей города. И их поход был столь чрезвычайно стремителен, что у нефийцев не было времени собрать свои войска. А потому Кориантумр перерезал стражу у входа в город и двинулся со всем своим войском в город. И они убивали каждого, кто им противился, так что овладели всем городом. И было так, что Покумений, который был верховным судьей, бежал перед Кориантумром до самых стен города. И было так, что Кориантумр ударил его о стену так, что тот умер. И так закончились дни Покумения. И ныне, когда Кориантумр увидел, что он овладел городом Зорогемли, и увидел, что нефийцы бежали от него и были убиты, и были схвачены, и были брошены в темницу, и что он овладел самым мощным укреплением во всей той земле, его сердце настолько ободрилось, что он был готов идти против всей той земли. И вот он не остался в земле Зорогемли, но он двинулся дальше с большим войском, до города изобилия, ибо его намерением было идти вперед и мечом прорубать себя путь, чтобы захватить северные части той земли. И полагая, что их главная сила была в середине той земли, он двинулся поэтому вперед, не давая им времени собраться вместе, разве что небольшими отрядами. Таким образом, они нападали на них и рубили их наземь. Ну вот, этот поход Кориантумра через середину той земли дал Маринегаху огромное преимущество над ними, несмотря на великое множество убитых нефийцев. Ибо вот Маринегах предполагал, что ламанийцы не посмеют вторгнуться в середину той земли, но что они нападут на города вокруг границ, как они делали прежде. И потому Маринегах повелел, чтобы их сильные войска защищали те части земли вокруг границ. Но вот ламанийцы не испугались, как он желал, но вошли в середину той земли и захватили главный город, которым был город Зорогемли. И теперь продвигались по самым главным частям той земли, убивая людей в великой бойне, как мужчин, так и женщин, и детей, овладевая многими городами и укреплениями. Но когда Маринегах узнал это, он тотчас послал Легия с войском, кружным путем, чтобы обойти их и опередить, прежде чем они дойдут до земли изобилия. Так он и сделал. И он опередил их, прежде чем они подошли к земле изобилия. И дал им сражение, так что те начали отступать обратно к земле Зорогемля. И было так, что Маринегах обошел их при их отступлении и дал им сражение, ставшее чрезвычайно кровавым сражением. Да многие были убиты, и в числе убитых был также найден и Кориантумр. И на него от ламанийцам некуда было отступать. Ни на север, ни на юг, ни на восток, ни на запад, ибо со всех сторон они были окружены нефийцами. И таким образом, вверг Кориантумр ламанийцев в среду нефийцев, так что те оказались во власти нефийцев. И сам он был убит, а ламанийцы сдались в руки нефийцев. И было так, что Маринегах снова обладел городом Зорогемля и поверял, что ламанийцы, которые были взяты в плен, мирно ушли из той земли. И так закончился 41-й год правления судей. Еще в самом начале главы здесь говорится про то, что станет причиной истребления всего народа. И здесь пока не уделяется этому внимания, но мы с вами обратим внимание, потому что об этом говорится. Здесь вот эти первые заговорные шайки начали появляться. То есть раньше, если ты был недоволен чем-то, ты уходил к ламанийцам. И поэтому, кстати, ламанийцев огромное количество. Их намного больше, чем нефийцев. Это всегда было. И они все время как песок морской, все время приходили. Это потому что от нефийцев все время отщеплялись люди, которые были недовольны. Но здесь немного другое. То есть эти люди, они начали смешиваться с народом. Они создали тайную такую шайку злодейскую. И они растворились среди народа. И это на самом деле привело к полному истреблению нефийцев. То есть если раньше можно было разделять нефийцы и ламанийцы, то теперь этого невозможно сделать разделение, потому что те, кто не соблюдал заповеди и которые внешне вроде были праведными, на самом деле вели двойную жизнь, они прям стали среди народа. Мне кажется, что сейчас происходит то же самое. То есть люди внешне, может быть, ведут себя почтенно, так можно назвать, ведут такой двойной образ жизни. То есть они с одной стороны вроде как бы нормальные такие, а с другой стороны какие-то грязные делишки проворачивают. Это, конечно, очень печально, потому что мне, например, нечего скрывать. Я открытая книга. И я очень рад этому, потому что, кажется, человек, который ведет двойную жизнь, он все время боится чего-то, все время переживает о том, что его раскроют, о том, что где-то что-то он не так сделал, не так сказал, кто за ним следит. И это постоянно какая-то тревога такая у людей. И самое-то главное, что от Бога не скроешься, что бы ты ни делал, как бы ты ни скрывался, ни конспирировался, от Бога ты ни скроешь никаких своих дел. Все это так глупо, на самом деле. И такие люди, такие вот эти шайки заговорные, они приводят к тому, что рассыпается общество, в котором находимся мы. И в том числе нефийское общество рассыпалось, посыпалось, и в конце концов было истреблено ломаницами. Поэтому нельзя допускать, что бы это происходило не в наших семьях. То есть нельзя вести двойную жизнь, нужно быть искренним, нужно не скрывать, по крайней мере, с своими близкими, с руководителем священства своих ошибок, чтобы мы могли каяться и могли возвращаться на путь праведности. Потому что если мы пытаемся вести такую двойную жизнь, то рано или поздно это становится, мне кажется, явным. Поэтому эти тайные шайки — это то, что изнутри начинает разлагать общество и убивать его. Ничто снаружи не может уничтожить народ Божий, если он находится в праведности, только изнутри своей неправедности. что все военачальники, они не боялись предыдущих главок, они не боялись количества ломанийцев, они боялись неправедности народа и вот этих всяких распорей, которые были у них. Они этого боялись, всегда об этом говорили. Поэтому количества бояться не нужно, нужно бояться грехов, да, и своего греховного состояния. Как вот Алма говорила, да, своему сыну Кориан Тону, пусть только твои грехи тебя беспокоят, все остальное разрешится и встать на свои места. Вот, спасибо вам огромное, что присоединились к моему изучению сегодня. Увидимся завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok